Это уникальная образовательная программа. Разрабатывалась двумя факультетами. Факультетом журналистики и политологии, факультетом международных отношений. Она проходила все стадии разработки, экспертизы в соответствии с международными и отечественными стандартами, касающиеся этой программы. Это двугодичная новая образовательная программа «Этнополитология». Этнополитологов у нас в Казахстане не готовят. С учетом запросов, которые сегодня в обществе назрели, профессиональные аналитики, комментаторы и специалисты в сфере межэтнических отношений не очень важны. Мы сейчас приступаем к большой работе с работодателями потенциальными в области вакансий будущих. И, конечно же, профориентационная кампания с ориентацией на подготовку этих специалистов. Я хочу сказать, что опасений о том, что к нам никто не придет, практически нет, поскольку это сегодня необходимо, как отметил ректор, и на региональном уровне особенно, и на центральном государственном уровне, поскольку здесь получится такой синтез подготовки магистров для государственной службы в этой сфере, кто работает, и для институтов гражданского общества, этнокультурных объединений, которые должны работать в этой сфере профессионально. Поэтому где-то с сентября месяца к нам поступали на имя ректора очень много заявок от этнокультурных объединений, от госструктур, институтов гражданского общества, аналитических структур с той целью, что рассмотреть возможность введения таких дисциплин. Какие-то попытки в зарубежных странах, ну и потом у нас в казахстанском научно-образовательном поле, у нас политика преподавалась на разных уровнях, и бакалавриат, и магистратура, и докторантура, но не была осуществлена специализированная подготовка, именно профессионализация и подготовка практико-ориентированных специалистов. В 2018 году мы в докторантуре на кафедре политологии, будем так говорить, апробировали очень интересный проект, дисциплина, называлась она «Этнополитические процессы в современном мире». И вот это дало такой старт, когда мы с привлечением зарубежных аналогичных структур Ассамблеи народа Казахстана зарубежных аналитиков, руководителей центров, этнокультурных центров и объединений, приглашали и в качестве гостевой лекции обсуждать вопросы, связанные с казахстанской идентичностью, с укреплением общественного сознания, национального единства и так далее. И вот это как раз способствовало зарождению вот этого проекта, который мы сегодня презентуем. Уже приемная кампания начнется у нас в июле-августе месяце. И ЛАЖАСА с 1 сентября полагаем, что к нам придут те магистранты, для которых данная специализация и специальность будет востребована. Продолжение следует...